Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 22 года, моему парню 23, мы работаем и живем вместе у него в квартирах. Живем мы пополам, мой парень никаким образом меня не обеспечивает, единственное, что он платит за коммуналку 4 тысячи рублей в маленькой квартире. Я несколько раз с ним ездил, к его бабушке в деревню. Его бабушка живет с дедушкой, к ним так часто приезжает дочь с мужем. Бабушка моего парня хочет, чтобы я помогала ей в огороде, она старается мной манипулировать, то есть ее любовь я должна заслужить с помощью ей на грядках. Бабушка следует на то, что когда раз в месяц или два раза в месяц мы приезжаем к ним, я ем их продукты, при этом мне помогают. Самое интересное, что моего парня не смелывали, то есть получается такая ситуация, что я буду приезжать к его бабушке с ним, пахать там на огороде и в доме, а он будет отдыхать. За это меня будут любить и отработают то, что меня покормили. Парню пофигу на эту ситуацию, он не хочет ничего менять. Такое ощущение, что он приводит меня для помощи своей бабушке, хотя сам ничего не делает. Но я ведь не жена ему. Я не знаю, может ли я и не права. А как бы вы поступили в такой ситуации? Спрашивает Олес. Я не думаю, честно говоря, что здесь важно то, как мы бы поступили в этой ситуации. Потому что мы не в вашей ситуации. И, пожалуй, я не думаю, что очень, прям-прям-таки уж полезно и корректно задавать конкретно психологу такой вопрос. Потому что все-таки мы психологи и помогаем людям разбираться в проблемах. Но мы не говорим о том, как им поступать или как бы поступили мы. Это, конечно, возможно, но, на мой взгляд, в рамках психотерапии, в рамках какой-то определенной работы непосредственно с человеком, но не вот в такой форме, в какой вы это описываете. То есть мне показалось, обравьте, пожалуйста, меня в данном случае, если я ошибаюсь, что вы хотите опереться на нас. В том, как в этой ситуации поступать, поступать вам. Хотя, по факту, по факту, как мне кажется, вам бы больше нужно, ну, в данном случае, вам имело бы смысл разобраться именно в себе, как вы хотите, как вам хочется, чего вы хотите, что вы делаете для того, чтобы, там, образно говоря, другие люди, например, узнали, что вы хотите, что вы делаете для того, чтобы другие люди понимали, например, чего вы хотите. А то ведь странная получается ситуация, вы ждете, что люди будут, ну, в данном случае, ваш молодой человек будет как-то вот, ну, если не на вашей стороне, то как-то будет защищать ваши интересы, наверное. Вы этого ждете. Но, а что для этого делаете вы, не очень, честно говоря, понятно. Вот. А это, на мой взгляд, чуть ли не самое здесь главное. Потому что, если вы не решаете, сами, как-то интересны, если вы даете понять, например, что вами можно манипулировать, то люди это действительно и будут делать. Вот вы говорите, да, что, там, бабочка, например, пытается вами манипулировать, а вы позволяете ей это делать? Вот. Вот вы говорите, например, что, там, вы приезжаете на дачу, бабушка, а зачем это делать? Зачем вы приезжаете на дачу, если, если, к примеру, не хотите этого? А зачем вы это делаете? А зачем? Вот. Такое впечатление, что, как будто бы вы, в данном случае, не можете своему парню отказать. Да? Вот. Вы упомянули про обеспечение, то есть, ну, про то, что молодой человек вас, как будто бы, не обеспечивает. И опять же, здесь вопрос, а что вы делаете для того, чтобы он вас обеспечивал? Как-то вы обговаривали это? Ставили свою позицию вот такой изначально или нет? Как? Это должно было бы стать известно, допустим, молодому человеку. Как ему было? Это ему должно было стать. Ясно. А вот с вами на мой взгляд еще нужно считать, понимаете? То есть, нужно принимать во внимание то, чего вы, допустим, хотите. Вот. Понимаете, да? Что мне гонорок? Поэтому это вопрос вашей позиции. я думаю, вам нужно в первую очередь разобраться в том, что вы чувствуете к мужчине, к парню, в котором вы находитесь в отношении. Что вы по отношению к нему ощущаете? Да? Что это любовь, это симпатия. Вот. Потому что, на мой взгляд, присутствует некоторое несоответствие в том, что вы говорите, вы вроде поговорите о том, что вы ему не жены, но в то же время, к сожалению, вы ведете себя, именно как будто вы его самая настоящая жена. Потому что вы приезжаете к бабушке его и пытаетесь служить любовь. Но на мой взгляд, вполне логично, что если бабушка имеет такую позицию, какую она иметь, а это ее право иметь такую позицию, что вы просто можете не приезжать больше к ней. И все. То есть, понимаете, есть такое чувство, что вы как будто бы сами своей жизнью не распоряжаетесь. Вот. А такое чувство, как будто бы ее распоряжаются другие люди. Не вы. Кто-то другой все время. Как будто бы распоряжается ваша жизнь. Вот. Как-то так. А вы как будто бы ждете, что люди перестанут что-то делать и начнут вас уважать. понимаете. При этом вы соглашаетесь явно на те условия, на такие условия, которые вас не устраивают. Это нормально, что что-то вам не нравится. Это нормально, что какие-то вещи вас не устраивают. Это абсолютная норма. норма. Понимаете. Это абсолютная норма. Но момент в том, как мне кажется, что желательно делать что-то для того, чтобы эту позицию вашу услышали. Чтобы ваша позиция была не просто может быть принята, да, а чтобы именно к ней относились с уважением. это очень разный аспект. Да? Понимаете остеями обидов в данном случае. Дальше. Что общего между вами и мужчиной? Да? что общего между вами и молодым человеком? Это важно понять. Важно понять и увидеть что общего между вами. Потому что если общего нет, то и непонятно вообще контекст ваших отношений. Каков он этот самый контекст ваших отношений. Что он это контекст ваших отношений из себя вообще говоря представляет. Каков он? Понимаете, да? Это очень важный элемент. Вот об этих аспектах вам на мой взгляд и нужно как следует поразмыслить. потому что только начиная с самого начала с контекста ваших отношений вы сможете увидеть куда вам дальше двигаться. Сейчас вы этого не видите и понятно почему потому что последствия определенные следствия ваших действий ваших поступков и ваших выборов в какой-то степени затмевают собой затмевают именно собой. Вот собственно начало отношений к сожалению к большому сожалению моему вот с этого я и предлагаю вам начало а дальше уже нужно смотреть и исследовать и работать с личными вашими границами чтобы никто не мог делать то чего вы к примеру делать не хотели бы. Да? Понимаете? Понимаете в данном случае что я на виду? Вот такой примерно аспект я хотел бы вам предложить. с точки зрения психологии конечно же. На этом на этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго удачи и обращайтесь за помощью вам она эта помощь пригодится. удачи